Добрый день, уважаемые магистраты! 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 предусматривается под 2 направления. Первое направление – создание медтехимического производства по глубокой переработке углеводородного сырья для выпуска базовой и сутокой добавления стоимости медтехимической продукции, использованной в технологии взаимодействия продукции глубоко переработки с продуктом первичной переработки с НТЗ для продуктов. Второе направление – производство предприятия малого и среднего производства, деятельность которых нужно заправить на дополнительную переработку базовой и сутокой продукции с высокой добавлением стоимости промышленного и партнерского назначения. Интегрированный комплекс. Интегрированный газохимический комплекс. При первичной переработке углеводородного сырья получают мономеры, низкоманкулярные соединения, применяемые для производства полиэлифенов, этилен, пропилен, бетилен, тирол, мифхлорид и другие мономеры, а и мифины являются основным сыром для получения полиэлифенов и различных медтехимических продуктов. Соответственно маркетинговой стратегии основным объемом производительной продукции будет проставляться запах на Европе в Центральную и Южную Азию. Производство дорожных бетиллов в Казахстане. На Катаусском заводе полиэлифенических масс будет наложено производство 420 тысяч тонн дорожного бетилла трех марок, соответствующих климатическим условиям Казахстана. Одной из проблем эффективного комплексного освоения минерально-сырьевых ресурсов является достоверность оперативности доступа к геологической информации. Для развития системы эффективного информационного обеспечения в сфере метропозиции достижения концептуальных условий эффективного и комплексного освоения минеральных ресурсов необходимо привести следующие основные мероприятия. 1. Организация и наполнение территориально распределенного и устранных архивов терпичной геологической информации. 2. Организация и охранение природных носителей геологической информации по территориально распределенным принципам. 3. Создание и наполнение цифровой библиотеки природных носителей. 3. Развитие и сопровождение всех систем государственных банков данных о метрах и метропозициях и ситуационного центра. Научные исследования решают задачи создания научно-технической базы для увеличения минеральных сырьевого потенциала республики, выявления токономерных размещений и локализации и насторождения минерального цвета, повышение эффективности комплексного анализа геологической информации и последствия совершенствования нормативных правового библиотеки геологических исследований. На этом наша лекция заканчивается. Благодарю вас за внимание. Следующая тема нашей лекции будет «Факторы рынка минерального средства и ресурсы горных предприятий». Спасибо большое. До свидания. Продолжение следует...